Ассаляму алейкум у рахматуллахи у баракатух. Сегодня представляю вам вступление к новой серии лекций на тему 99 имен Аллаха. Иншаллах, мы с вами и люди, которые это посмотрят, пройдем имена Аллаха, Всевышнего, Пречистого, и обретем правильное понимание, что значит каждое имя, и проходить, мы это будем по прекрасной книге, которая написана моим учителем, Хазратом Мауляной Фадул Рахимом. Смотрите, как он структурировал свою книгу. Каждое имя он связал с определенной мольбой. Иншаллах, проходя именно одно за другим, мы будем изучать, какую молитву и по какому поводу можно читать вместе с этим именем. В каких случаях, при каких обстоятельствах уместно взывать к Аллаху через эти имена. Знаете, почему важно изучать эти 99 имен Аллаха? Потому что пророк, саллиллаху алейхи ва салям, сказал, что человек, который выучит 99 имен Аллаха, Пречист он Всевышний, попадет в рай. Пророк использовал слово «перечислит», и одно из мнений ученых, как нужно понимать это слово, это изучит и применит. Сам Аллах говорит нам в Коране. У Аллаха самые прекрасные имена. Взывайте же к Нему посредством их. Мы будем изучать значения имен Аллаха, как они связаны с нашей жизнью, как нам их применять, чтобы получать пользу в повседневной жизни. Пусть Аллах Пречист он Всевышний облегчит для нас изучение Его имен. Пусть Аллах Пречист он Всевышний даст нам правильное понимание Его имен. И чтобы мы с вами получили от них пользу. И помните, что имена Аллаха Пречист он Всевышний не ограничены 99, их больше. Но помимо прочих, Пророк говорил о 99. Постараемся же, чтобы через изучение и применение этих имен Всевышний Аллах ввел нас в рай. Мы начинаем с первого имени Пречистого Всевышнего Аллаха, а именно с того имени нашего Создателя, который мы узнали до всех остальных имен. И это имя Аллах. Сам Всевышний Аллах говорит в Коране, в суре ТОХА. Поистине, я Аллах. То есть Аллах дает понять нам, чтобы мы называли Его Аллах. Всевышний Аллах говорит в суре Аль-Бакара в аяте Аль-Курси. В самом начале аята Он говорит Аллах. Ля-Иляха-Иляху. Аллах. Нет никого достойного поклонения, кроме Него. Мы можем называть Аллаха и другими именами. Но первое, имя Всевышнего – это Аллах. Имя Аллах означает Всевышний Бог. Имя Аллах мы должны использовать не только в радости, но и в печали. Вот шейх здесь пишет. Это не сунна, это из его личного опыта. Если сказать о Аллах 200 раз после пятничного намаза. Аллах убережет тебя ото всех маленьких проблем. И вот такую молитву еще можно читать, если вы попали в трудности. Молитва из Корана. Перевод такой. Господь наш. Даруй нам благо в этой жизни и в жизни вечной. И защити нас от мучений в огне. Шейх здесь пишет свое мнение о том, что человек получит в награду за чтение этой молитвы. Он говорит, что это универсальная молитва. Ее пророк, салаллаху алейхиусалям, читал снова, снова и снова. И мы должны взять в привычку ее читать. После намаза и за пределами намаза тоже. Да и вообще просто почаще произносить имя Аллах. Когда ты поминаешь Аллаха, то Аллах поминает тебя. Хотите приблизиться к Аллаху, чтобы Он помогал вам, то преклонитесь перед Ним в земном поклоне. Молитесь Ему, разговаривайте с Ним. Сделайте Его своим лучшим другом. Именно Аллаха мы все должны поминать больше, чем кого бы то ни было. К Аллаху мы должны взывать. Пусть Аллах, предчистос Всевышний, дарует нам правильное понимание Его имен. Да воздаст вам Аллах наивысшим благом. Субтитры создавал DimaTorzok